Все, хорошо, давайте так, значит, все, поехали. Будет немножко хуже, чем с микрофоном, ну ладно, в следующий раз поехали. Короче, поехали, мы с вами говорили, так вот, оказывается, никто меня не слышал. Значит, мы с вами говорили про доказательства, что это очень-очень важно, более нудные мы с вами закончили, более нудные про сложность и про причины и следствия, а сегодня мы начнем более близкое такое к человеку, из морали и из свободы выбора, вот так. Хорошо. Сейчас вы, кстати, отпишите мне, я на секунду попробую обратно вставить микрофон, вы скажите, вот сейчас будет звук или нет. Окей, скажите мне, был ли тогда звук. Значит, поехали. В чем это доказательство заключается? В принципе, надо понять, что такое материализм и атеизм, да, и к чему он, собственно, ведет, какие, какие следствия, какие следствия из него есть. Значит, без, получается так. Все, доброе утро, всем очень рад, все, звуки класс. Значит, есть два варианта, как подойти к миру вообще. Два варианта, два варианта, как подойти к миру в принципе. Либо у мира всего, у него есть какая-то цель и какая-то задача, либо цели и задачи у мира в принципе нет. Теперь из этого получаются совсем разные миры и совсем разные следствия, как человеку себя вести и что ему в жизни делать. Теперь без веры в то, что у тебя есть цель и у мира есть цель, в принципе, как следствие у человека есть свобода выбора. В принципе, невозможно иметь нормальную цивилизацию вообще. Значит, в чем... Ага, с микрофоном нет звука очень... Ладно, хорошо, после трансляции я как-то это починю. Значит, теперь в чем идея... Давайте разберемся сначала. То есть, есть как бы идеализм, то есть, что есть что-то над этим миром, есть наш материальный мир, есть что-то кроме него, это один подход. Второй подход это то, что есть только этот мир и все. Теперь внутри... Все работает только внутри этого мира. Все причинно-следственные связи, все. Кроме этого ничего нет. Теперь, что в рамках этого подхода мы получаем? Мы получаем интересную вещь, что если есть только этот мир, только мир материи, мир атомов и молекул, то тогда все, что... Все, в том числе... Все, что происходит у меня в мозгу и все, что я сейчас делаю, все, абсолютно все, что я сейчас говорю, каждое движение моих бровей, глаз, зрачки какие-то расширяющиеся, сужающиеся, умные все слова вот эти, и все то, что вы подключаетесь и отключаетесь, это все знаете что? Это все детерминировано полностью. И откуда это берется? Если мир только материальный, то мой мозг это что? Это химические и электрические связи, которые я не выбираю, а не просто следствие предыдущих химических и электрических связей. То есть, еще раз, если есть только этот мир, то есть, получается, есть только мой мозг, и как бы вне него ничего нет, и есть только то, что внутри него находится, и там все внутри вот так циркулирует, только в рамках него самого, то получается, что есть только причины и следствия внутри мозга, какие они, они химические, какие-то физические и электрические. Теперь, к чему это ведет? То есть, получается, что все, что сейчас происходит, это случайное какое-то столкновение синапсов и этих нейронных связей в моей голове, а если сказать иначе, то в принципе все, что я говорю, оно вынуждено и не имеет никакого значения. То есть, нет у меня выбора, получается, никакого, говорить это или не говорить. И более того, что все, что в принципе я, вот то, что я сейчас сижу и осознаю себя как я, вот люди, вот я даю трансляцию, вот они меня слушают, у всех какие-то мысленные, кто-то согласен, кто-то не согласен. В принципе, вот это все я, которое воспринимает, что я там что-то сейчас болтаю, оно, это тоже иллюзия, это химическая иллюзия в моем мозгу, которая, то есть, это просто глюк, это глюк эволюции, который вот так произошел, что появилось еще что-то, что оно думает, что оно думает. Ну, как-то так получается. Но это все происходит в рамках каких-то вот этих материальных связей, просто все время что-то там работает так, что появляется иллюзия того, что как будто кто-то что-то думает, и он еще как-то это анализирует. То есть, сознание, сознание получается, это тоже такая иллюзия. А в принципе, все, что происходит, оно абсолютно определено тем, что было до этого, тем, что, ну, какая-то химия здесь происходила, какие-то электричества там происходило, плюс я что-то, это же происходило у других людей, они что-то из своих уст извергали, оно мне в уши заходило, ну, и вот теперь я вам это рассказываю. Значит, значит так, теперь, ну, как бы немножко теперь это развернем, да? Немножко это развернем. То есть, получается, есть два варианта. И вариант вот этот вот материалистический, получается, что если есть только вот этот мир, то получается, что нету ничего, у него нету ни направляющего, если нету вне него направляющего, то у этого мира нету никакой цели. А я случайный результат всех предшествующих причин просто так вышел, что я здесь сижу и что-то говорю. Теперь, чтобы это проиллюстрировать понятнее всего, иллюстрация следующая. Получается, иными словами, любой из нас в рамках, если материализма брать, то любой из нас, это если у нас есть ощущение, что мы что-то выбираем, глюк такой системы, но в принципе, если любого из нас засунуть в очень хороший компьютер, ну, то есть, такого еще не придумали, но, то есть, если все очень хорошо рассчитать и засунуть любого из нас в очень хороший компьютер, то можно просчитать с точностью до абсолюта каждое мое действие и каждую мою мысль, и в общем, абсолютно все можно просчитать. Просто, еще, ну, как бы, мир такой сложный, что просчитать все сложно, но если бы мы придумали компьютер, который еще мощнее, чем сам мир, то можно было бы просчитать каждый мой звук, каждое движение моей, каждой молекулы, и вплоть до того, что я буду делать и говорить до, ну, в общем, до конца своей жизни. И так каждого человека. Теперь, какое из этого следствие? Получается, отсюда, что у меня нету никакой свободы выбора, соответственно, все, что я делаю, оно, то есть, я буду себя вести так, как я буду себя вести, и оно не имеет значения, то есть, короче, как бы это объяснить? Понимаете, да, я надеюсь, о чем я говорю? Не, все, что я сейчас делаю, оно детерминировано тем, что было, и я не могу ни на что повлиять, и то, что я думаю, что я на что-то влияю, что у меня есть какой-то выбор быть лучше, хуже, что-то там делать какие-то заповеди, не делать, это все просто, что кажется, просто кажется. То есть, получается, в так, теперь вопрос следующий, да, там, например, вы хоть раз, это упирается просто дальше во всю тему морали и нашего восприятия людей, как мы привыкли их воспринимать, что оно получается глубоко ошибочно. Значит, идея получается следующая, вот вы, например, хоть раз обижались в жизни, ну, то есть, человек что-то вам сделал, вы на него обиделись, да, например, или вы на что-то, например, разозлились, или получается, что нельзя ни на кого обижаться, знаете, то есть, не имеет вообще смысла обижаться потому, что тот человек делал только то, что он был вынужден природой, то есть, если есть только природа, то ты как бы этой природой вынужден, он был просто, он делал то, что был вынужден делать, например, да, получается, что в рамках этого подхода нету никакого хорошо и плохо, то есть, в принципе, все, что вы думаете, что будет лучше или хуже, это все тоже глюк такой сознания, глюк мозга. Нету победителей, проигравших, нету, что еще страшнее, нету важно и неважно, то есть, просто что-то происходит, просто, то есть, молеку, сейчас вот эти губы, губы в вашем экране, они двигаются, потому что так детерминированно до этого был, ну, просто как бы так воспитали этого парня в экране и плюс так гены сложились, и оно болтает, так, то есть, в этом нету, получается, в итоге никакого значения, просто есть тупо причины и следствия, на которые невозможно повлиять, и человек в этом не значит ничего, и мы ничем не отличаемся от, там, вот, от этих наручных часов, просто мы выглядим по-другому, но, в принципе, оно просто действует по алгоритмам. Получается, самое прикольное из этого вывод, что никто ни за что не ответственен. То есть, если у меня нету свободы выбора и все предопределено, то у меня нету ни свободы выбора, ни, соответственно, ответственности. Получается, что нету ни хорошо, ни плохо, нету такого победителя и проигравшей, ни к чему стремиться, и нету важного, неважного. Все одинаково и все просто происходит, все равноценно, и все происходит в таком одном хаосе. Что еще более интересно, получается, что нету разницы, в принципе, между... То есть, никого нельзя в тюрьму посадить и ни с кем ничего сделать, потому что почему он убил кого-то? Потому что так сложились внешние обстоятельства в мире материальные, и так сложились в его мозгу химикаты, так ударили одновременно, что он кого-то замочил. Можно ли с него за это спросить? Нельзя. То есть, чтобы с кого-то что-то спросить, чтобы была тема ответственности, должен быть человек, у которого должна быть свобода выбора, и ты будешь с него... Ну вот, то есть, вот это то, с чего можно спрашивать. Но если этого нет, то получается, то есть, нету убийц, педофилов и насильников, и спасателей тоже нет. То есть, они ничем не отличаются. Просто один в силу каких-то причин, технических, чисто технических причин, и он не имеет в этом никакого участия. Он ведет себя как... Спасает там людей и кормит голодных, а другой, ну, ходит и убивает 100 человек, да, потом его там сажают на стул. Теперь, да, и получается, что там Гитлер ничем не отличается от Равлияшева, от бомжа на помойке, от Трампа, от Чайковского, от меня или от Чайгевары. То есть, все в этом мире просто вынуждено и ведет себя так, как оно просто вынуждено себя вести. То есть, получается, что нету никаких градаций, нету ничего ценного, неценного, никаких иерархий. Что еще интереснее, в рамках человеческой жизни это значит, что у тебя нету, как бы, возможности стать лучше, измениться, воспитать детей. То есть, ты будешь воспитывать детей так, как в тебе запрограммировано их воспитать. И тебе может только казаться, что ты там чего-то не знаешь, но по-настоящему все, что ты сделаешь, все, что ты скажешь и как ты себя поведешь, оно все полностью заранее предопределено. И в итоге получается, что вся наша система закона, если быть таким нормальным материалистом и разбираться в чем-то, ну, в своих убеждениях, то, в принципе, вся наша сегодняшняя судебная система, она тоже абсолютно бредовая. Потому что человека, который кого-то убил, его невозможно за это судить. Он убил, потому что он убил. А кто-то спас, потому что он спас. И это вынужденные процессы. И ни с кого нельзя ничего спросить, если все чисто материально. И невозможно, то есть, воспитать детей лучше, получить лучше работу, повлиять вообще на что-то в мире. Все будет так, как будет. Невозможно тоже полюбить. Невозможно, то есть, как бы, что ты женишься там или что-то разведешься, это получается тоже заранее и заранее известно. И любви в принципе нет. То есть, она просто как-то щелкивает, отщелкивает попа каким-то из-за предыдущих причин. И в принципе нельзя что-то в жизни решить. То есть, все, что ты решишь, все, что ты делаешь, просто это все происходит из-за химии в голове. И плюс, эта же голова нам еще подарила такой кусочек химии, что вот у меня в голове сидит нечто, что чувствует, будто я что-то решаю. Вот. Но теперь, если быть таким нормальным материалистом, то, в общем-то, картина мира получается примерно такая. Что нет свободы выбора, нет ответственности, ни с кого нельзя спросить, ни на что нет смысла там обижаться, никого нет смысла наказывать или нет наказания и награды, потому что все действует так, как оно должно действовать. То есть, это полная, полная уничтожение всей системы, как любой человек себя воспринимает. То есть, ни одна система, даже право и судебная система не построена таким образом. Мы все действуем, мы все чувствуем себя, и мы строим так наши государственные системы. И в принципе мы живем. То есть, каждый раз, когда тебе человек там что-то агрессивно говорит, ты воспринимаешь его как личность, которая решает это сделать и которая может изменить то, как она себя ведет. В принципе, то есть, даже те люди, которые утверждают, что там все есть только материально, они не ведут себя так. То есть, они ведут себя так, будто бы есть Бог, есть в человеке что-то, кроме чистой химии и случайных вот этих вот рандомных нейронных взаимосвязей. и они ведут себя так, будто бы у человека есть какая-то ответственность. Теперь, если... То есть, и в принципе получается, в этом мире даже не важно быть живым или мертвым. То есть, это не имеет никакого значения тогда, я сейчас даю трансляцию там о Боге и о Торе, или я пойду на улицу убивать, там стрелять. То есть, это просто так случилось. Можно ли теперь с меня за это спросить? Нет. Вопрос главный, который после всего этого остается, это есть ли какой-то смысл жить в таком мире? Ответ, мне кажется, очевидный – нет. Вот. Это как бы тема. Теперь, откуда берется свобода выбора и то, что человека можно оценивать как выбирающего, что он что-то сам делает, что он про что-то думает, что он может чего-то добиться или не добиться, может стать лучше, не может стать лучше, что он мог убить, а мог не убить. И, соответственно, мы на него смотрим как на плохого или на хорошего. Это все должно идти из того, что находится вне рамок причинно-следственных материальных связей, должно быть что-то вне них, что дает человеку вот эту свободу выбора и, как следствие, есть тема ответственности. Теперь, если вот этот компонент вне материальных связей не учитывать, то получается, что мы с вами просто ходячие компьютеры и просто кто-то так случилось, что он натягивает на себя по утрам тфелин и носит кипу на голове. Ну, так вышло, как бы, просто так звезды сошлись. А кто-то убивает, но в этом нету, но здесь нету лучше и хуже – это одно и то же. В принципе, понятия лучше и хуже тогда нету. То есть, там, мужик убил жену, да, он ни в чем не виноват, он просто так вышло. Ни в чем нет смысла и значения, все твои действия получаются бессмысленные. И по-настоящему никто так мир не испытывает и, что еще более важно, в принципе, в мире никто себя так не ведет. Теперь, какая вторая альтернатива, в принципе, это то, как все люди в мире действуют. Это то, что есть Бог, тогда Он поместил в меня свободу воли, тогда я могу действовать каким-то образом в соответствии с условиями или я могу решить действовать против условий. И, значит, есть ответственность, из меня можно спросить, значит, есть моя личность, есть я, который решает, выбирает, может меняться, может действовать. И без Бога в системе мироздания такой опции так смотреть на мир, в принципе, не существует. Вот. То есть, все либо целенаправленное, либо случайное и, ну, в общем, я думаю, что эта тема, эта тема хорошо понятна. Теперь, что еще, что еще про это можно сказать? То есть, в принципе, получается, что мысли и эмоции, если все чисто материально, да, то все наши мысли и эмоции, они рандомный, случайный выплеск нашего мозга, так. И я слышал эту фразу, конечно, очень забавную у кого-то из эволюционистов вроде, что, как лимон дает сок, ну, я не помню, какой это фрукт, там, как вот из него вытекает сок, так же мозг, из мозга текут мысли. Ну, как бы здесь сразу первый вопрос, как бы мозг – это кусок материи, а мысль – это даже невозможно описать, что это. Так. Теперь второй момент. Получается, что если все просто химия и биология вашего мозга, все, что вы воспринимаете сейчас, то счастье, радость, радость, там, я не знаю, радость за успехи жены, восхищение закатом, ощущение бесконечности, такое, посидеть, подумать, а в чем же смысл моей жизни, да, там, экзистенциальные кризисы, самопожертвования, любовь, музыка и все подобные вещи – это все просто случайный химический рандом. В общем, у меня это не очень сходится, во-первых. Во-вторых, из этого получается простое следствие – свободы выбора нету, ответственности нету, спросить не с кого, и, в принципе, смысла тогда нету. Вот. Получается такой нехороший замкнутый круг. Вот. То есть, как сказал кто-то, да, что если нет Бога, то если нету Бога, то все позволено, да, я думаю, что эта цитата, она по-настоящему не совсем верна, да, по-моему, Достоевский это сказал, да, в мире, где нет Бога, можно все. Я частично, я так вот сейчас понял, я с этой цитатой не согласен. Почему? Потому что эта цитата, она предполагает, что если Бога нет, то я все равно могу выбирать, что мне можно. Но по-настоящему все хуже. Если Бога нету, то, в принципе, я ничего не выбираю, происходит просто то, что происходит, и химия в моих мозгах создает все ощущения от реальности, все мои выборы, все решения, все мои коммуникации, все взаимодействия. То есть, получается, что как бы нас просто нету, мы просто, просто вот, просто причин, следствие прошлых причин чисто материальное. И у нас еще есть глюк в мозгу, ощущение, что мы живем, и мы еще воспринимаем, что что-то лучше, что-то хуже. Единственная альтернатива этой абсолютно без перспективного жития – это мир, в котором есть Бог. Соответственно, Он абсолютно свободен от любых ограничений. У Него бесконечная свобода выбора. Он создал нас по своему образу и подобию, то есть, в нас поместил от своей свободы выбора. И мы полностью свободны выбирать. Мы можем превзойти обстоятельства и делать абсолютно недетерминированные вещи против обстоятельств. То есть, человек, который попадает в Аушвиц, он способен даже там, ну так, что Франкл писал, да, он способен даже там прожить жизнь на невероятно высокодуховном уровне и не стать там животным, которое хочет всех сожрать. Это значит, что я могу любить, это значит, что я могу действовать, могу выбирать, могу решать. Могу быть лучше, могу быть хуже. Значит, что есть хорошо и плохо. Это значит, что я могу становиться ближе к Богу, могу становиться дальше от Бога. Это значит, что на мне есть ответственность за все, что со мной в жизни происходит, за все, что со мной будет, я могу повлиять на свою жизнь, я определяю свой моральный уровень, я могу связываться с Богом, могу быть дальше от Бога, я могу решить дать мне эту трансляцию, могу решать не дать, и это тоже, получается, меняет меня, влияет на мою жизнь, влияет на вашу жизнь. И, как бы, вот эта концепция, то есть, получается, первая, она сходится полностью с тем, как мы воспринимаем мир, воспринимаем других людей, все люди в мире, они ведут себя так, как будто бы это реальность. Б, в этой концепции есть Бог, есть какая-то перспектива, есть какой-то смысл, и в противном случае просто не имеет значения, то есть, я буду давать трансляцию или покончу жизнь самоубийством прямо на этой трансляции, то есть, это просто, ну, так вышло, ну, то есть, это не имеет никакого значения. И что еще? Ну, то есть, это как бы, это единственное, что, что просто методом исключения имеет хоть какой-то, хоть какой-то смысл. А в противном случае, ну, как бы, просто все ни о чем. Это было наше пятое доказательство. Я надеюсь, пишите, пожалуйста, что это понятно или непонятно, я понимаю, может быть, это немножко сложно, но, как бы, идея простая. Если есть только материальный мир, то все, что происходит во мне, я тоже следствие всех материальных причин, и нету во мне ничего, кроме материальных причин химии и электричества в голове в том числе. Все, что я делаю, все, что происходит, это просто случайный рандом, и смысла ничего не имеет. Вот. Соответственно, должен быть, должно быть то, что вне системы, то, что дает вот сюда, мне способность выходить за рамки системы, видеть хорошо, плохо, добро, зло и так дальше, и все ценности и ответственность. Надеюсь, было понятно, что это то, о чем мы говорили. Всем желаю прекрасного дня, глубокого, такого глубокого понимания вот этой темы, что откуда берется наша свобода выбора и наша ответственность, и то, как мы можем влиять на, влиять на свою жизнь, влиять на жизнь окружающих. То есть, по Торе человек может просто изменить, ну, с помощью своей свободы выбора, с помощью своего вот этого «я», он может изменить себя полностью, может повлиять на весь мир, может спасти весь мир, может уничтожить весь мир. А если этот фактор убрать, то нету никакой разницы между вот Кириллом Котелянским и Гитлером. Просто оба делают то, что они вынуждены делать, то, что, как они родились, как они, как они, просто, ну, вот так все функционирует, то есть, как дерево растет, как бы растет, так и все делают то, что делают. С дерева же невозможно спросить, вот, ну, вот растет у меня тут деревья, да, я же не могу с них спросить, что ты растешь, что ты не растешь, что ты быстрее растешь, что ты медленнее растешь. уж нет у него свободы выбора. Теперь, если все материализм, то у человека ее тоже нет, и с него он как камень, он как дерево, то есть просто говорящий и думающий, что он думающий. В общем, такая себе получается тогда концепция. И альтернатива есть только одна. Ой, я очень рад, что все все поняли. Класс. Всем желаю наполненного дня, наполненного утра и глубины жизни, и пользуйтесь свободой выбора на максимум. Знайте, что за все будет ответственность. И это одна из баз Торы. В 13 принципах Рамбома есть три блока. Первый блок – это то, что есть Бог. Второй блок – это то, что он дал инструкцию, это Тора. А третий блок – это награда и наказание, то, что есть ответственность. Что все, что есть хорошо и плохо, за плохое ты выгребешь, за хорошее ты получишь награду. И это все не просто так, это не бессмысленно, у этого есть значение. И все люди в мире ведут себя так. Так что, вот. Всем прекрасного утра. Bye.